Девушки отдыхают Никто не будет искать проекты интересные, никто не будет создавать движуху Поэтому для того, чтобы что-то интересное происходило, нужно делать это самим Так появилась эта аббревиатура FGA Марат, будучи очень талантливым человеком, сделал выбор уйти в творческий отпуск, скажем так А я выбрал делить свою собственную творческую деятельность и деятельность некой арт-платформы Который создает возможность, в том числе для меня, реализовать свои авторские проекты Мне очень нравится думать, что мы создаем проекты коллаборации художника и бренда Художника и заказчика условно Художник получает возможность реализовать собственный проект так, как он это задумывал А клиент, бренд получает супер качественный продукт, который сделал мотивированный человек У нас есть люди, которые занимаются продакшеном полностью, так называемые продюсеры Есть у нас ребята, которые занимаются бухгалтерией Я занимаюсь курируем креативной части То есть я общаюсь с художниками, я как раз строю мост между художником и клиентом Есть такой институт Синергия Они обратились к нам для того, чтобы мы переосмыслили один из фасадов зданий Который находится прямо напротив входа Мы подумали, приехали, посмотрели, что там происходит И поняли, что идеальным человеком, кто мог бы сделать там работу Является Женя Пейсер Это современный граффити художник, который работает со шрифтами С очень крутыми элементами графическими И вот он в своем стиле сделал какую-то историю про другие планеты Иноземные ландшафты, про иноземных животных Сейчас за моей спиной одна из моих последних работ, которые находятся в процессе Сабина Чагина и объединение «Артмосфера» предложил мне принять участие в этом проекте В одном из баров Москвы Здесь были какие-то раньше граффити, еще что-то И бар, видимо, своими силами делал какой-то ремонт ямочный И были закрашены какие-то участки в хаотичном порядке Это одно из направлений современного стрит-арта, так называемый баф-арт Это когда художник вступает в диалог, в взаимодействие с людьми из ЖКХ С какими-то дворниками, еще с кем-то, кто закрашивает Поэтому я решил оставить эти пятна и поработать именно с ними и перерабатывать их в каком-то своем ключе 2000-й, возможно, год, может быть, 99-й, это была волна хип-хопа по всей России очень, такая мощная И вот в моем родном городе, в сибирском Барнауле, меня она тоже захватила Довольно быстро она сошла на нет, как и везде Но я остался в граффити, я писал шрифты Абер То есть граффити вообще заключается в том, чтобы писать либо свое имя, либо имя своей команды То, как ты это сделаешь, диктует, собственно, ту скорость, с которой ты становишься знаменитым Граффити делается для сообщества граффитчиков, для сообщества райтеров Знаменитость, известность в граффити — это как раз цель, единственная Я понял, что этой цели для меня недостаточно Свою графику я сначала обкатывал на холстах, на бумаге, еще где-то И в какой-то момент я понял, что я хочу, уйдя с улицы на какое-то время в графику бумажную С новым своим визуальным языком выйти назад на улицу Я как через призму своего восприятия пропускаю события Посредством пластики, посредством динамики, форм, выдаю их вот в такой форме Все, в том числе коммерческие, некоммерческие работы, я рассматриваю как свои авторские вещи Очень большое заблуждение заключается в том, что граффити — это что-то связанное с благоустройством, с архитектурой На самом деле это взаимодействие с городом в другой плоскости, это взаимодействие с городом на уровне разрушения Грубо говоря, это захват территории Когда ты выходишь на улицу и пишешь где-нибудь «Вася», то ты говоришь тем самым, что «эта стена моя» Нельзя прийти и нарисовать поверх чего-то имени, он уже пришел и сделал это, это его место Естественно, лучшие споты занимаются первыми, поэтому найди что-то, сделай, удиви И удиви как раз сообщество, не жителей города, не администрацию города, не администрацию, не префектуру Стрит-арт, он как и граффити, он как был нелегальным, так и остался Когда уличная работа инициируется администрацией, это паблик-арт Там взаимодействие на другом уровне идет, там уже художник договаривается с заказчиком, можно назвать так Это делается, естественно, ставится легально и надолго Но инициатива в данном случае сверху, а не снизу Властвующие структуры поняли, что этот инструмент будет работать Он разработал в Советском Союзе, художники, которые могут качественно это сделать, они отказываются заниматься политикой в основном Поэтому они привлекают слабых художников, немотивированных и делают очень плохого качества пропаганду Которая, опять же, дискредитирует стрит-арт, потому что это выглядит уродско, портит внешний облик города И создает негативный фон Вопросы политики, они неоднозначны всегда И когда половина населения видит какое-то высказывание, с которым они не согласны, это, естественно, вызывает негативный фон С этой точки зрения я, конечно, против шедевров пропаганды, которые в Москве мы видим В России у нас не существует институции, которая бы позволила вообще художникам зарабатывать В Европе, если ты художник 25 лет, и ты не заключил контракт с галереей, ты неудачник, или ты занимаешься не своим, или, может быть, это хобби, или что-то такое Галерея — это твой агент, который позволяет тебе не думать о деньгах, не думать о продажах, не думать об организации выставок и прочего Просто заниматься своими авторскими проектами, развиваться У нас единицы из тысяч работают с галереями, а все остальное время приходится работать на какой-то совершенно отвлеченной работе Либо делать какие-то заказушные проекты низкого качества Смысл-то в том, что художник нуждается в средствах для того, чтобы развиваться дальше Когда он такой возможности не имеет, это очень грустная ситуация Мы пытаемся эту нишу восполнить и позволить художникам заниматься любимым делом на том уровне, на котором они готовы